Привет, друзья! С вами Павел Бирюкович и компания Квелон ПРО. Сегодня я хочу вам рассказать об особенностях укладки водяного теплого пола в доме из СИП-панелей. Показать проблемные места и как они решаются. Дом площадью 140 метров квадратных. Первый этаж на бетонном основании. Второй этаж. Деревянные балки с покрытием ОСБ. Одним из проблемных мест в доме из СИП-панелей является примыкание коробки дома и фундаментной плиты. Даже если дом стоит на термоблоках, в которых залит бетон, то есть это у нас пенопластовые блоки и бетонная сердцевина, то все равно есть место, через которое уходит тепло. Это место находится в месте примыкания фундаментов дома из СИП-панелей к стенам. У нас появляется линия, по которой промерзает пол и холод заходит внутрь дома. А если фундаменты сделаны совсем без утепления, как в этом случае, то холод начинает проникать не только со стороны торца здания и примыкания стены дома и стены фундаментов, а и снизу, со стороны земли. Еще одно проблемное место может возникнуть, если к дому примыкает терраса, которая заливается одним слоем с фундаментной плитой всего здания. В этом случае у нас образуется мощный мостик холода и источник потери тепла из дома, через примыкание террасы к отапливаемым помещениям. Чем это нам грозит? А грозит это тем, что в зоне примыкания стены и пола образуется холодная зона с температурой 10-13 градусов. И в этой зоне начинает обильно расти плесень и портится покрытие как стен, так и пола. Казалось бы, проблему решить просто. Нужно дополнительно утеплить пол. Толщиной сантиметров 10. Но тут нас подстерегает проблема. Во многих случаях зазор между основанием пола и чистовой поверхностью небольшой. Как в этом случае, около 10 сантиметров. То есть в эти 10 сантиметров мы должны уложить и утепление, и теплый пол. При использовании традиционной системы теплого пола в бетонной стяжке утепления в 5 сантиметров предельно мало. Ведь мы собираемся отапливать дом всей поверхностью пола. И в случае слабого утепления мы будем терять тепло вниз, прогревая бетонную плиту, вместо того, чтобы нагревать дом. У нас есть решение этой проблемы. Система водяного теплого пола на стильной укладке, система термопол позволяет увеличить толщину утепления в этом случае в два раза. Подложив 5 сантиметров пенополистирола как основание, наклеить его на бетонное основание. После этого уложить систему сухой укладки. Сначала мы положили синий пенополистирол на бетонное основание и приклеили его клей пеной. После этого сейчас идет разметка модулей водяного теплого пола сухой укладки. Они также будут клеиться на клей пену и дополнительно дюбелиться для надежной фиксации. Вот так выглядит система в процессе укладки. Процесс идет. Этим решением мы полностью перекрыли примыкание стены дома из сип панели к бетонной плите неутепленной. Поэтому проблемы с плесенью у нас не будет 100%. Как класть дальше финишное покрытие вы уже знаете. Или посмотрите в видео по ссылочке вверху. А в этом случае мы успешно решили вопрос системы отопления дома из сип панелей. Устранили недочеты, которые были заложены на стадии проектирования и сборки дома. А это слабо утепленное основание и в связи с этим возможное промерзание пола и повышенные теплопотери. Вот так друзья. Сегодня мы вам рассказали об особенностях укладки водяного теплого пола в доме из сип панели. Показали вам возможные проблемы и как их решить. Такие же вопросы возникают и в каркасных домах. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. И до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok